мы с вами в цоколе и здесь сегодня посмотрите собрались интересные люди поговорить о русском постмодернизме бессмысленным и беспощадным участничный конфликт модерна и постмодерна последняя битва представьте друг друга пожалуйста лада юрченко роман шамолин и естественным образом за умность у нас отвечает сегодня роман а я просто намерена ему перечить надеюсь аргументирован кто говорит у того очки да но мы так сегодня договорились кто победит у того очки останутся модернизм и постмодернизм конфликт битва вообще все все совершенно все конфликтующие сейчас вещи в нашей реальности в области политики в области искусства в области психологической они завязаны как раз вот на этом противостоянии модерн и постмодерн модерн это всегда отсылка какому-то логическому целому это ориентир на на то что каждые вещи у каждого события у каждого человека есть некое смысловое оправдание смысловое предназначение которое опинирует вот к этому логическому целому попросту говоря к некому смыслу с большой буквы на языке постмодернистов вот этот смысл с большой буквы он носил название метарассказ модернизм это про соответствие или несоответствие происходящих вещей метарассказу постмодернизм который возникает на рубеже примерно середины двадцатого века отменяет метарассказ отменяет устойчивые понятия смысла отменяет вот эту апелляцию вещей к какому-то находящемуся в трансценденции от них значения для постмодернизма вещи события факты люди объекты они превращаются в некие самодостаточные существа они начинают взаимодействовать друг с другом в неком броудовском движении и не согласуются через какую-то центральную ось в этом суть различия модерна и постмодерна позже я конечно еще вернусь к определению к кантовскому определению модерна здесь наверное отсутки к канту будут важнейшими но пока на данный момент остановимся на том что при отсутствии вот этого связующего центрального напряжения люди в эпоху постмодерна стали чувствовать довольно отчаянное состояние своего сознания своей души своей психики им стало не хватать чего-то такого что давало бы им направленность человек предоставленный полной неопределенности полной свободе как правило он очень быстро теряет ориентиры он теряет самого себя теряет собственную субъектность и в эпоху постмодерна начинают активно возникать суррогаты этой субъектности вот этого центрального стержня но эти суррогаты они в отличие вот от того логического целом которое было модерне они не связаны не связаны никакой логикой они не выстроены ни в какую доказательную рационально обоснованную систему эти суррогаты смысла они очень яркие очень быстро возникает и также быстро гаснут они ориентированы на эффект внушения на эмоции они ориентированы на некое вот здесь и сейчас впечатление впечатление состоялось все на какое-то время люди выдохнули они получили драйв они получили какую-то наполненность неопределенность больше их не грузить не давит можно существовать дальше что я могу не успеть отнестись ко всему я на секундочку очки конечно надену но для того чтобы иметь на самом деле я бы хотела здесь пока я не забыла все что было сказано отнестись немножко к другому пониманию ты находишься в ситуации модерн постмодерн модерн есть модерн есть постмодерн но есть же такое понимание что вообще-то модерн сам по себе является откликом на то что было до него было что-то до модерна после этого это произошло отрицание того что было и постмодерн модерн собственно говоря как говорил тот же самый там омберто это он это переосмысление отрицание модерна то есть постмодерн нужен для того чтобы как ты говоришь отрицание 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 для возвращения в сущности прошлого для того чтобы вообще вспомнить ребята мы откуда вы там что отрицали и в этом плане а когда ты говоришь в таком сполок вспышка с моей точки зрения постмодерна такая история акцента где что-то не срослось до модерн что-то отрицал тоже очень интересный момент приходит новое понимание и для того чтобы что-то отринуть для того чтобы что-то отрицать осознанно надо сначала это познать если возвращаться к тому постулату который это даже там современный постмодернизм там условно российский там или русский речь с моей точки зрения ну как бы сложность ситуации заключается в том что есть еще понимание постмодернизма как текста как ну как же гипертекста да вот это вот текстовая история когда у нас знаки 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 надо уметь читать символы надо уметь читать надо понимать что за ними стоит и вот это вот незнание того, что было до модерна, не понимание того... Что отрицал модерн? Даже любой модерн, смотри, модерн отрицает то, что было до него. То есть, условно говоря, он устал от классицизма, возникает ситуация модерна, и он говорит, давайте смотреть по-другому. Например, Малевич, почему Малевич, почему черный квадрат? Чтобы стать Малевичем, надо сначала быть рисовальщиком, надо сначала научиться академическому искусству, а потом, овладев им, его уже можно отрицать. Если ты просто рисуешь черный квадрат, не отрицая ничего, шансов стать Малевичем или сказать новое в искусстве у тебя практически нет, потому что разрушение должно быть осознанным. Ты разрушаешь что-то для преобразования, то есть, для появления руды вот этого нового строительства. И дальше я из того, чтобы условно говоря, я сказала, нет, я вот это рисовать больше не буду, меня эти линии не устраивают, меня не устраивает импрессионисты, меня не устраивает видение, так как это меня не устраивают четкие линии. Новое видение света у художников, которые начинали работать еще в средние века, с новыми формами, с новой живописной, собственно говоря, это тоже нарушение канона. Модель – это нарушение канона. И после этого нарушения канона формируется что-то, что становится уже, но как бы настолько очевидно прямолинейно, что возникает постмодерн, кто говорит, что подождите минуточку, ребята, а может быть это все уже было, давайте мы посмотрим, как это все прочитать, вы что отрицаете. И вот здесь возвращаться вот к этому вот нюансу. Во-первых, для того, чтобы понимать, что есть отрицание МОЕ модерна, надо для начала понять, что было до него. У меня в свое время был прекрасный, совершенно знакомый, который считался таким маркером, он очень хорошо знал о фишах, он очень хорошо читал навигацию по всяким культурным пространствам, по современному искусству. Но, например, он абсолютно отрицал соцреализм. Этого не может быть, как ребенок. Если я этого не покажу, значит этого не было. Невозможно предыдущий культурный пласт отрицать просто, ну как бы, мы его выкинем, потому что он был. И на его, уже на нем наросло то, что было после. И пока ты не поймешь все, что было до, ты отрицаешь неведомое тебе, ты отрицаешь изупрямство, а не из знания. И тогда это не модерн, а это просто, ну, рвакля-пакля и, собственно говоря, вот такая вот жвакля. А потом возникает история, приходит постмодерн и говорит, подождите секундочку, вы тут отрицали, а мы отрицаем отрицаемое. То есть мы пойдем туда. И когда мы приходим вот в современные галереи, для того, чтобы сейчас пройти даже здесь, голубь, да, вот это вот очень интересная история. На выставках у нас есть автор, сейчас ты мне напомнишь, как его зовут, значит, молодой человек, который своим таким вот символом выбрал голуби, у него там голуби городские, голуби там на... Ушаков. Да, Ушаков, спасибо большое. Значит, но для того, чтобы этот голубь, условно говоря, взлетел или появился, или был, мы его увидели, как зрители, у меня в голове должно быть понимание голубя, как чистоты, как символа света, как божественного символа, как символа мира, который опорочен, оруган, низвергнут вот в помойку. То есть вот это же второй смысл уже, который накладывается. И в этом смысле постмодерн, вот в этой части там модерн отрицает голубя как такового, а постмодерн говорит, подождите секундочку, а так ли он есть, отрицаем, может быть, он тоже есть символ нового света, может быть, он есть символ преодоления. И вот здесь я бы хотела, я зануда же страшная, я же страшная зануда, я все время говорю про то, что нельзя смотреть пусками на культуру. И для того, чтобы в любом современном полотне, в любом современном спектакле, в любом современном романе, в нем изначально читается там проповская структура, в нем изначально читается эстетическое понимание Аристотеля, в нем изначально читаются сказки, мифы, представления, и для того, чтобы понять вот эту историю и с ней как-то осознанно бороться, надо сначала накопить все, что было там до тебя пройдено. Только после этого ты, наверное, сможешь, ну, с какой-то серьезной очевидностью сказать, что, ребята, я тут постмодернист, или я модернист, или там эти неправы, а эти вообще за правых, а эти за левых, а тут у нас русский бунт бессмысленный и беспощадный. Если это русский бунт от глупости беспысленно и беспощадный, эта история, как бы вообще не стоит даже осмысления, она стоит образования. Надо просто брать, брать учебники и начинать людей учить. Зараного погружают в историю мировой культуры. я понял, что тебе понравился художник Ушаков. Очень. Потому что ничего не понял. Очки. Но, нет, уже все, уже коллапс состоялся. Да, очки. Очки не помогут. Да. Влада, ты так и не ответила на вопрос, который изначально сама я поставила. Да. Что отрицает модерн и что модерн не отрицает постмодерн? Давай, постарайся максимально лаконично и национально. Модерн отрицает навязанный смысл. То есть, условно говоря, модерн приходит в тот момент, когда нам слишком очевидно пытаются внушить, что красиво, что некрасиво, что эстетично, что неэстетично, что хорошо, что нехорошо. И тогда приходит новая, которая нам задает вопрос, разве? А может быть, это по-другому? То есть, с моей точки зрения, модерн отрицает насилие в понимании прекрасного. А постмодерн отрицает, ну, собственно говоря, вот это отрицание очевидности. То есть, постмодерн говорит минуточку. А может быть, надо вернуться к сущности? Может быть, надо вернуться к однозначному пониманию символов? Постмодернизм, судя по твоим словам, за насилие? Вот в такой трактовке, которую ты, я, ну, он некоторым образом за принуждение, да. Он за четкий канон. Он за четкость, за фокусированность, вот то, что ты же на акценты ставишь. Ты говоришь, он сиюминутен, да, он сиюминутен, как двойка в крупице. Хорошо, но мы все понимаем, что постмодерн, даже если мы согласимся с тем, что ты и сказала, он очень сильно отличается от архаики, до модернистской, тем, что он очень подвижный, очень неопределенный, переходящий от одной формы к другой. В чем тогда различие? Ты же антропол. Постмодерн от архаики. Если ты говоришь, что постмодерн восстанавливает архаики. Давай вернемся к началу, к зарождению человеческой культуры. Люди же вот это вот все воспринимали, и потом они говорили, вот это есть это. Молния есть гнев Божий, огонь есть вдохновение Прометея, ветка Амеллы, есть благословение на любовь. Они пытались разным предметам придавать какое-то символьное значение. Человек обнаружил какие-то предметы, он придавал им божественные смыслы этим предметам для того, чтобы свое понимание каким-то образом обеществить. И он все время искал, насколько этот предмет соответствует этому смыслу, насколько глубокое кресло – это трон, насколько трон – это царская власть, насколько молния – это божья кара, насколько голубь – это символ мира, потому что это же все меняется, и в разных культурах это все по-разному. Это есть за постмодернизмом. Человек искал изначально, и он ошибался, и он менял символы, и он менял, особенно если это знаковые символы, то, что там в вышивках приступает, то, что в рунических символах проступает. Он говорит, да, это сейчас будет обозначать вот это, а потом это будет обозначать совершенно другое. И в этом смысле постмодерн, ты говоришь, он появляется и исчезает, он как вспышка маяка, он высвечивает из мрака, говорит, может быть, вот это смысл? Нет, не это. Может быть, вот это смысл? Нет, не это. Он ищет смысл. Это поисковая система, это не система хаоса и разрушения, это поисковая система возвращения к архаичному, сущностному смыслу, которое позволяет человеку упорениться. Ладно, то, что ты описываешь, оно больше напоминает модерн. Модерн – это поиск смысла, потому что модернизм, в принципе, это состояние некого гипотетичного разума, который ориентирован не на известный, готовый формат истины, он ориентирован на бесконечное приближение к ней, но не факт, вернее факт, что это приближение никогда не даст точку в конце. Секундочку, сейчас я... Здесь вот нам на помощь именную камень приходит, который говорил о том, что оправдание и объяснение всех существующих вещей существует в том, что должно существовать, а не в них самих. Модернизм двигается к должному. Приближение к смыслу. И смысл есть должное, но должное не значит существующее. Должное не значит то, что это есть и что оно когда-нибудь будет даже. Но оно должно быть. В этом суть кантовского категорического морального императива. Поэтому модернизм – это ни в коем мире не какая-то четкая, простроенная, системная история, где все понятно и очевидно. Модернизм как раз гипотетичен. И вот тогда к тебе вопрос. Подожди, я тут отнесусь к тому, что ты сказала. Отнеси. Исходисти из мультуреза. Противоречия никакого, да, отнесусь. Повтораюсь литературными словами. На самом деле, ну, наверное, здесь вот в чем разница между вспышками и гипотезой смысла. То есть модернизм говорит, нет, ребята, то, что вы утверждаете, не есть правда. Правда, скорее всего, моя гипотетическая правда, мой гипотетический смысл, он в другом. Вот там где-то. И я постараюсь его аргументировать, найти систему доказательств, что смысл на самом деле в том. Постмодернизм говорит, подождите, правда не здесь, не здесь, суть не здесь, не здесь. Давайте искать, давайте искать, давайте высвечивать. И вот в тот момент, когда вот эти вот вспышки уже настолько, так сказать, вот они... Я понял, что, ну ладно, кардинальное отличие. Модерн от постмодерна. Что постмодерн не ищет смысл. Он ищет впечатление. Он не объясняет смысл. Он ищет эффекта. Он ищет вот этой вспышки, которая совершенно не обязательно будет относиться к какому-то глобальному смысловому целому. Ему это неинтересно. Ты находишь из понимания модернизма как бессмысленно. Но, напомните, это, что у нас постмодернизм не имеет единого понимания в современной ни в философии, ни в культуре. И часть его трактует как хаос и бессмысленность, а часть мыслителей его трактует как как раз вот это интуитивный поезд, то есть наш глаз, психологи говорят, кто из мыслителей так трактовывает. Опять же, я тебе говорю, вот если мы возвращаться к трактовке Эко, Умберто Эко, он как раз говорит, что постмодернизм это возвращение к арховичным смыслам. То есть это попытка осознать прошлое. Прошлое. И здесь мы в этом плане как раз смотрим на эту историю, когда с точки зрения психологии человек находит подтверждающие объекты той еще неосознаваемой мысли, которая в нем есть. Он разочаровался в смыслах, он разочаровался, он, если человек влюблен, у него все время песни про любовь, картинки про любовь, он это выхватывает и говорит, Боже, мир наполнен любовью, я это все вижу. Если человек огорчен, если человек разочарован, он видит в мире подтверждение своей разочарованности. И в этом плане, с моей точки зрения, постмодернизм как текстовая структура, вот эта вот, которая знаками существует, она показывает, А, Б, С, кругляшок, солнышко, там еще что-то, попробуй, что называется, отгадай, сложи, угадал все буквы, не угадал слово. И вот, когда ты вот эти вот все буквы, у тебя в конце концов, которые ты бессознательно выхватываешь в бытие, в действительности, они у тебя в какой-то момент складываются в слово, в то слово, которое было в начале. А после этого опять выходит модернизм и говорит, минуточку, это неправильная слова. То, что ты описываешь, опять же, относится как раз к этому гипотетическому приключению, которым и занимается модернизм. высоким модернизмом, он привязывается к гипотезе. Да, осознанно. А это бессознательная работа. А бессознательное, оно архетипично. Если я тебя правильно понял, то утверждаю, что смысл, если возможен в постмодернизме, то исключительно случайным образом. А вообще смысл постмодернизма в освобождении сознания, вернее, в освобождении вот этой поиска бессознательного, в чтении многообразия символов для того, чтобы из них сложить новый текст. Подожди, я ответил на мой вопрос. Да. Постмодернизм. Действительно ли, как я тебя понял, отрицает осознание какого-то движения к смыслу и полагается на то, что если смысл когда-нибудь будет возникнуть, возможно, то исключительно из какого-то спонтанного, случайного сочетания элементов. Нет, не так. Я бы сказала, что постмодернизм, он вполне возможно предполагает обечное существование смысла, которое надо уметь увидеть. Именно поэтому он бы в таком... Тогда это уже не постмодерн, ладно. А что это? Тогда это метафизика древняя. А он возвращает кархаеки. Все правильно, древняя, вся хорошая история. Тогда ответь мне, дорожайшая, в чем тогда отличие, если ты так смешиваешь? Кстати, типичное постмодернистское смешение. Это цикл. Постмодерна с премодерном. Это спираль. Скажи, чем отличается... Классно, что ты знаешь эти фигуры, да? Да. Преугольник еще есть. И круг. Квадрат, да? Скажи мне, чем отличается постмодерн от премодерна? Чем отличается наша современность от архаики? Подожди, ты сразу от архаики перескакиваешь сразу к модерну. Между архаикой и модерном существует формирование смешения. Еще раз вопрос. Чем отличается? Чем отличается постмодерн от архаики? Чем отличается постмодерн от премодерна? Я бы сказала, что, наверное, от архаики постмодерн ничем не отличается. Бинго! Ничем не отличается. Это попытка выявление, высвечивание какой-то сущностной структуры мира. Я как первобытный человек ничего не понимаю, пытаюсь из хауса воссоздать какой-то формат. Хорошо, а ты можешь сказать, что модернизм, он тоже занимается выявлением сущностной структуры мира? Нет, он проецирует гипотезу сущностной структуры мира на реалии. Он все равно его немножечко более осознанно структурирует. Постмодернизм для того, чтобы... Ладно, прости, тогда вопрос. Чем отличается проецирование сущностной структуры мира от поиска сущностной структуры мира? Ой, здравствуйте, пожалуйста. Проецирование оно отличается тем, что у тебя в голове есть идеальный символ. У тебя в голове есть идеальный символ, и ты ищешь его подтверждение в реальном мире. А просто поиск, у тебя нет идеального символа. Ты просто идешь, спотыкаешься и говоришь о, деревянная штука с кожаной ты готов. Возможно, на ней можно сидеть. Это увидеть суть предмета, не облекая его дополнительным смыслом. По твоему мнению, вся архаика, все это гигантское глобальное магическое искусство, оно не облекало предмета никаким дополнительным смыслом. Оно его изобретало, как и постмодернизм изобретает. Оно не пытается теоретически придуманный смысл наложить на существующий предмет. Оно не пытается объяснить реальность какими-то максимами, которые существуют в гипотике. Хорошо, почтеннейшая. Тогда скажи мне, каким образом человек, не продумывая, не изобретая смысл, может вдруг открыть его в вещи? Так же, как это делал наш первобытный предок. Видимо, ты была свидетелем поведы, мудрейшая. Он его создавал. Он его создавал. Откуда он его создавал? Из опыта общения с этой вещью, сутью или предметом. Опиши, как это происходило. Ну, например, это то, что называется как из ощущений формируется образ. Из ощущений формируется образ. Это простая цепочка. То есть, я вот это трогаю. Оно мягкое, приятное, хорошее. И, наверное, это мягкое, приятное, хорошее, оно безопасно. То есть, у меня какая-то вот такая образная система существует. А дальше у меня возникает какая-то история, что все мягкое, оно, наверное, безопасное, оно, наверное, хорошее. Я понял тебя. Ладно. То, что ты описываешь сейчас и то, что ты относишь к эпохе так называемой архаики, премодерну, это превосходно описывает Кант в том, каким образом происходит вообще процесс познания. Точно. Кант – это классический модернизм. Сначала идет ощущение, в котором мы воспринимаем вещь, затем идет рассуждение, в котором мы это ощущение перерабатываем и находим под него какую-то категориальность, а дальше идет разумение, понятие, когда мы из возникших в нашей памяти рассуждений на базе наших ощущений делаем вывод. Это вода, а это лада. Совершенно нормально эта история познания. Это, конечно, описано. Хорошо. Тогда с чем-то собралось дискутировать, если у тебя все одно и то же. Я не увидел ни одного различия между модерным, постмодерным и премодерным. Но, позвольте, сделаю. Вывод. Давай. Скорее всего, вот эта твоя позиция, когда нет никакой разницы ни между одним, вторым и третьим, это и есть как раз классический постмодернизм, которому он по большому счету совершенно похрену до различий, который играет, всего лишь играет как ребенок с разными смыслами, но до какого-то серьезного восприятия смысла ему не сделано. Ты наделяешь смыслом то, что ты изначально наделяешь смыслом какой-то объект. по привычке своей человека осмыслом. Что, я или ты пример? Ты, 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 ты сейчас в своем, как бы постулате в своем, ты говоришь, тебе все равно тебе наплевать на смысл. Мне не наплевать на смысл, я хочу его найти. А если бы я руководствовалась подтверждением смысла, это была бы другая история. Я не хочу подтверждения смысла, я хочу его сама создать. И постмодернизм, он сам создает смысл. Да, они могут быть дурацкие, они могут быть такие, не сякие. Модернизм, он опровергает существующий смысл до него. Он узурпирует за собой право опровергнуть то, что было до него. он и формирует в результате новую какую-то вот эту узурпацию новую, говорит, нет, на самом деле смысл в другом. И тогда выступает постмодернизм и говорит, смысла вообще нет никакого. Хорошо, ладно. Давайте сказать его заново. Я, безусловно, признаю за тобой и осознаю это. Право на бред. Нет. Право на то, что ты хочешь, действительно хочешь найти смысл. Но какое отношение твое желание найти смысл имеет к тому, что ты смешиваешь все эпохи в одну хаотическую сумерить? Потому что разделение эпох, я боюсь, что ты меня просто или я неправильно артикулирую, или ты меня не до конца слышишь. Есть принципиальная разница в наведенном смысле, в том, что я тебе расскажу, что такое хорошо, и в том, что ты изобретешь свое хорошо сам. Есть в этом разница? Конечно. Есть разница. Так вот, наведенный смысл, он, с моей точки зрения, больше относится к модернизму. А когда я пойму, что такое хорошо сам... Да ты же сама вначале говорила, что модернизм построен на отрицании наведенных смыслов. Он, не наведенных, он настоит на отрицании вмененных смыслов. А, еще новое. То есть, чем наведенная от вмененной отличается? Расскажи. Тем же, чем гипотеза от реальности отличается. Наведенная от вмененной чем отличается? Наведенная – это тень, это тень, которая идет... Да это не порча, это проекция. Я думаю, что смысл в другом. Наверное, идея Бога, она как-то по-другому существует. И я вот эту проекцию через себя, как через аппарат, я ее на землю навожу. То есть, я являюсь оптикой проекции вот этой вот предположительного смысла. Я его вот сюда навожу. А обратная ситуация вмененного, когда мне говорят, вот это существует и кроме этого не существует ничего. А рисовать можно только так, писать можно только так. Канон вот такой. И ты это связываешь с модернизмом? Вот это, это классично, это то, что сложилось, что называется... Подожди, вопрос. Догма. Ты связываешь догму с модернизмом? Нет, догма до модернизма существовала. А модернизм говорит, не хочу вашей догмы, возможно, есть другой смысл, я его придумал как гипотезу, я его искать не буду, я придумал гипотезу, я ею буду разрушать вашу реальную догму. Вот это происходит с модернизмом и тем, что был и догмой. А постмодернизм, он вообще вот это вот не берет никакую ненаведенную, невмененный смысл. Он говорит, я еще вообще пока не понял, что происходит. Я пошел искать. Вот то, что я найду, то и будет снизу. У меня нет образа смысла в голове. Ты полагаешь, можно найти что-либо, не имея намерения это найти. Если мы с тобой пришли к выводу, если мы с тобой пришли к выводу, что все ценностные, все смысловые вещи, они есть так или иначе отражение нашей потребности в них. Если у человека нет потребности обрести нечто высокое, метафизическое, ты можешь сутками его держать в самых прекрасных местах мира, давать ему слушать самые изумительные мантры, но это вряд ли отзовется в его сознании или полсознании, если у него изнутри не существует некого перманентного движения, взаимного движения в сторону этого. это примерно как понимание... Если в постмодернизме не существует, как в неком культурном целом, у формно взятого большинства людей стремление к какому-то универсальному значению, к какому-то универсальному экуменическому формату, оно ведь и не возникнет, правда? Нет, и не возникнет. Оно в постмодернизме не возникнет. А постмодернизм начнет свою трансформацию в тот момент, когда возникнет гипотеза смысла. И дальше опять начинается движение к более выпуклому пониманию, что смысл в этом. Когда возникает гипотеза смысла, получается, начинается модернизм. Да. Хорошо. Пример, вот такая история. Хорошо, молодец. Ой, я сдала! Я сдала! Зачет! Можно на кедичке тебе. Да. Что его надо? Я не могу. Это человек, который смог... Чем философ отличается от хаотического рассуждающего человека? Философ мало того, что сам умеет выстраивать логические смыслы, он еще из хаоса умеет преобразовать в логику и довести до нужного вывода. И наоборот. И да, и наоборот. Спасибо. Сумел выстроить систему. Выстроил систему, а я теперь космос, я не хаос. Давай сделаем тогда с тобой примеряющий вывод. Из космодернизма, если можно сделать какой-то вывод, то это будет вывод уже на языке модерна, зарожденного модерна. Это точно, да. Договорились? Это точно, это точно. Все, Куба-либра. Куба-либра и не только Куба. Тотас, да? Это был арт-проект Цоколь. Сюда можно приходить для разговоров, для просмотра сельских художественных произведений. мы сейчас покажем. Вот у них здесь сверху написан адрес и картинки. по выставке мы пройдем чуть позже. Я покажу вам все, что здесь можно посмотреть. А вы послушайте и сравните то, что вы увидели. Вернее, вы сравните то, что вы сейчас услышали с тем, что вы здесь увидите. Много работ. Редактор субтитров